Утро, доброе утро всем. Я начинаю прямую трансляцию с открытой квалификации сия региона Дота Пит. Ну и у микрофона для вас сегодня работает Валентин Спецназ Селеногорский. И мы будем наблюдать за такой встречей, как Сигнофи против Гигфам. 1.32 у нас в финале, раунд 32, да. Ну и соответственно будем наблюдать именно за этими командами. Видим уже то, что какие у нас баны сделаны от обеих коллективов. Это Баунти Хантер, Разор, Тролл Варлд от Сигнофи и Гигфам у нас забанили Оракла, товарища Нюкс Ассасина и Тускар. Пикнули естественно Сигнофи у нас Кентавра, ну и Гигфам мы должны сейчас дабл пик забирать Шаду Шамана и какого-нибудь... Кого можно, в принципе, на второй... Ну можно Шаду Шамана и... Какой-нибудь Даззл может, ну под сейв, да, герой, если ребят хотят. Да, Шаду Шаман, ну и второй можно, в принципе, либо Хард Лейнер также забрать. Бис Мастер, Брю Мастер, также Кайт Хантер, это Урс. Ну, под сеточку, конечно, Урс хорошо разбирается с одним таргетом, ну и Сигнофи, чем будут отвечать у нас. Так, ну я надеюсь, сейчас посмотрим, получится у меня ли запустить или не получится. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да, через 221 секунду. Ну и смотрим, смотрим, смотрим. Ну, так, где у нас тут подписчики? Ну, это Рубик. Рубик Дарксира банит товарищей из команды Сигнафи. Ну, и следующий бан у нас от GeekFam. Я бы забанил, наверное, какого-нибудь кор-персонажа а-ля Фантом Ланцер, а-ля... Так, ну, Разор. Вайпера, кстати, можно забанить. Это Морфлинг. Морфлинг. Следующий бан от Сигнафи может быть. Эмбер Спирит. Ну, здесь, опять же, Вайпер также в приоритете против Урсы. Он неплохо работает, на самом-то деле. Ну, и в целом, ожидаем. Разору уже забанили, что, ну... Что есть хорошо для команды Сигнафи, естественно. Ну, и... Ну, в принципе, если даже Вайпер забанит, можно пикнуть Виномансер, но... Виномансер, конечно, такой пик, то, что... Он, конечно, по области дает, там, и гель, ну, гель, естественно, да, там, если попадет гелем. А ультой своей по области дает, в принципе, тоже неплохо. Это Вивер. Вивер банится у нас от Кикфама. Ну, я думаю, Сигнафи должны забирать здесь Вайпера, на самом-то деле, там, в мидл тот же самый, да. Ну, посмотрим, Кикфамы, что у нас пикнут. Это, наверное, будет второй саппорт. Второй саппорт можно взять какого-нибудь Вичдоктора. Огр, кстати, можно взять неплохой будет пик. Я не знаю, почему не пикут у этого героя двухголового. Ну, и в целом... Очень интересно. Ну, нравится мне вот сия регион, за исключением то, что... Ну, одной команды, конечно, можете подумать, что я хейчу эту команду. Там и так далее. Тигерс во главе с Дэнди, потому что... К сожалению, команда, да... Нет, я не против того, чтобы они там играли, ну, в квалификации, то есть, проигрывали. Нет, я просто хочу сказать о том, то, что ребята играют в квалификации, там, вот, допустим, к МДЛ, да. Первую квалификацию они сливаются в 1.32. Второй, ну, сетки, да, во вторую квалификацию проходят, и закрытые квалификации просто отлетают ото всех. Ну, там, не ото всех, конечно, но занимают, грубо говоря, они проходят квалификацию. Вот, они в своей группе заняли последнее место, 0.2, и, соответственно, вылетели с закрытой квалификации. Смысл тогда играть, если вы вылетаете... ну, смысл играть открытый, если вы в закрытых квалификациях вылетаете. Все равно 0.2 без шансов просто. То есть, там, может, сейчас одну секунду я посмотрю. Там взяли, может, конечно, пару карт. Ну, да, они вот у Team Evoz взяли одну карту, и все. От Minneski они 2.0 отлетели. Ну, и Team Evoz 2.1. Ну, то есть, что ребята хотели показать? Ну, я не знаю. Вроде уже состав долго этот существует, да, 458-й, D-Develop, Cephyr и 1437. Но результата никакого нет. Вот, но нам не стоит забывать то, что... Вот Witch Doctor как раз залетел. Кстати, Doom Grimstroke, Juggernaut здесь же. Ну, Vyper последний балл. Так, 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 одну секунду. Не удалось получить доску. Сразу включу канал или стрим. Пожалуйста, переправьте ключ, если он... Ага, то есть... То есть, там вот так вот все, да? Угу. Возможно. Так, а у меня... А почему... А, вот. Пристрим. Только тут. Вот, да. Я надеюсь, сейчас все получится, конечно, у меня. Потому что что-то я забыл, как вообще здесь делать все. Вот и заново мы попробуем запустить трансляцию. Ну, ничего, запись идет. Забанили, кстати, Outro de Vauro. Тоже, в принципе, неплохой пик. Ну, и последний бан у нас от Сигнафи. Следовательно, это Monkey King. Ну, и Last Pick у нас должен... Должен Адмирал Кунг. Ну, конечно, неплохой вариант. Да, но можно было бы здесь, опять же, Вайпера пикнуть. Вайпер здесь также хорошо смотрелся против Урсевича того же самого. Вот. Ну, решили сыграть так вот. Ну, и Geek Fam последний пик. Это Мидер. Кого можно пикнуть против Адмирала Кунг. Это может быть... Кстати, все тот же Вайпер. Опять же, да. То есть, толстый пик будет у нас у Geek Fam. 40 секунд у них остается. LD у нас забанен. Monkey King забанен. SF, конечно, против Кунг. Такой себе пик. Templar Assassin еще может появиться, конечно же. Но... Не думаю. Хотя в сеточку можно куда побить. Там минус арморчик какой-то. Ну, кого еще можно здесь увидеть? Storm Spirit, конечно. Возможно. Но не факт. Ну, Медуза. О! Медуза. 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 Выпьем за. Медуза. Медуза. Мои друзья. Ну, и пики сделаны. Пиков больше нет. Соответственно, начинаем мы игру. Так. Так. Ну и... Так. Одну секунду. Здесь я сейчас кое-что сделаю. Так. Дота пит. Дота пит. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А дота пит, а дота пит. Дота пит минор. И играют у нас такие команды, как Сигнафи против Гикфам. Бест оф один. Бел один. Так. Одну секундочку, дорогие друзья. Ну и, соответственно... Вроде как, все. Так, ну... Сразу, да, давайте представим. За команду Сигнафи. Ваки будет играть на Рубике. На Кентавре будет играть Ноученс. На Вич Доктор будет играть Неги. Свифти будет играть у нас на Кунке. Ну и на товарища Жгернаути будет играть Близзард. За команду Гикфам. Урса будет играть... Ну, Урсе будет играть МСАИ. И Алла Крит будет играть на Медузе. На Думе будет Ку-Ку. Рампа будет играть на Гримстроки. Ну и на Шадо Шамане будет играть у нас Тек Йонг. Так, мне надо... Одну секунду, да. Давайте я, наверное, подпишу, какие команды, да. Текст. Текст. Название. Название. Команд. Так. И... Так. Сиг. Давайте вот, наверное, вот так вот я поставлю. Нормально будет. Можно даже немножечко повыше и побольше сделать. Вот так вот. Ну, так вот, я думаю, будет нормально, да. То есть, чтобы вы понимали, где Сигнофи и где у нас товарищи из, естественно, Гикфам. Да, Сигнофи, Гикфам, все. Ну и поехали. Что у нас по линиям? Рубик против... Рубик, Вич Доктор и Джаггернаут уходят в курсе вместе с Гримстроком. Медле у нас Кунка против Медузы. Внизу у нас Кентавр против Дума и, соответственно, Шадо Шамана. Видим, да, то, что перемещается, чтобы ТП не тратить. Ребята из Сигнофи, в принципе, Вард увидел сейчас Вич Доктор. И Вич Доктор, на самом деле, этот Вард может сбить. Пойдет ли? Вот в чем вопрос. Должны сбивать этот Вард. Почему никто... Пошел Рубик сбивать Вард. Вот и все. Вот и Вардетского нету. В принципе, Севич орет на Вич Доктора. Чуть-чуть его подласкал. Ой, Миле Дик там Неги промахивается. Ну и, в принципе, на этом-то и все. Ну да, тут Трипла у нас на Дабло. Внизу Но Ченс также... По Крипчикам мы видим то, что 4-1. Дают ему немного пофармить здесь. Ну и наверху. Ну, Медуза с Кунткой, в принципе, практически ровно стоят. Ну, если вот Маледиктом Вич Доктор бы попал, можно было бы попробовать, конечно же, убить. Урсу, потому что пол ХП. Да, тут пошел выход, конечно, двух саппортов Урса гонять. На самом деле, вот этот гон саппортов, это чревато последствием для Гигфама. Здесь Урса погибает. Ну и Ферст Блат. И тут также можно Гримстрока на самом-то деле убивать. Гримстрока есть у нас Строка Фатас. Хороший Фэйр Файр. Ну и Фэйр Файр также от Гримстрока. Ну, Гримстрок здесь разменяется. И Вич Доктор делает даблкил. Ну и неплохо сыграно. Для саппорта, наверное, 4-й или 5-й позиции под ником Неги. Ну и в целом, вот должно, да, пошло у меня. Пошла у меня трансляция отлично, вообще шикарно, я бы так сказал. Есть контакт. Ну и в целом, так, в целом, в целом все отлично. Я проверю еще раз. Какое-то у меня здесь предупреждение почему-то. Ну, ничего страшного, я надеюсь. Этому не поспособствует. Ну и видим, да, то, что... А, ну, кого там забрали? Забрали у нас, наверное, да, товарища Рубика. Ну и Близзо фармит 16 на 6 Крипстар. Также в Медле у нас посмотрим Кунг тут загнал вообще Медузу в свой лес практически. Ну и Медуза стоит уже чисто на опыте. Даже не добивает. Мы видим то, что плохо все у Медузы. К Медузе надо приходить к какому-то саппорту, помогать. Наверху у нас пришел еще Шадо Шаман. Пошли каски хорошие. Вот Вич Доктора не хватило на Маледикт. Должны закрутить здесь Шадо Шаман. Минус Шадо Шаман. Вич Доктора здесь также поймали. Стики. Хорошо. Рубик подсоевает своего Вич Доктора. Ну, здесь Шадо 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 Шаман. Вич Доктор, конечно же, не выживет. С тройков попадает у нас Скримстрок. Ну и, в принципе, такое себе... Ну, хотя размен в один в один неплохо, да. В целом, плюс, естественно, для команды Гикфан. Да, я сейчас проверю, посмотрю, что у нас в целом. Ну и должно все быть отлично, как говорится. Внизу у нас Кентавр сгоняет Думу. Ну, как? Так, спокойно. Фласочку пытается сбить. Фласочку сбил. Ну и, соответственно, 200 хп у него остается. Кстати, ноу-ченс здесь должен погибать за свою наглость. Да, вот так вот просто Думу в соло забирает у нас ноу-ченс. Наказывает. А наверху у нас опять сгоняет Урсу. Втроем у нас из команды Сигнафи. Каски пошли. Маледикт. Маледикт, слава богу, тоже помал. Пошел отблизывая крутилка. Ну и здесь должен умирать Урса от Маледикта. Погибает он. Здесь, кстати, зря остался Гримстонг. Но Гримстонг пожалели и, соответственно, отходят ребята из Сигнафи. Шадль Шаман собирает две руны. Внизу забирает руны Кукуду. Ну и 3 в 1 по рунам в пользу Гигфамовцев. Ну и в целом пока 5-3 неплохая. У нас опять выход на Урсу и Урса здесь, кстати, опять может погибнуть. Да, Урса погибает, у размен на Вич Доктору. Ну и больше никто здесь не погибнет. Ну, здесь можно, кстати, попробовать еще убить у нас Гримстонг. Попытается здесь Близзард по максимуму выжить из этой ситуации. Да, Гримстонг уходит. Рубик здесь уходит. Шаду Шаман идет за Рубиком. Но здесь на самом деле опасно для Шаду Шамана. Ну нет. Опасно ничего нет. Рубик тпшится к себе на базу. Ну и в целом хорошо. Покупает Мидас, кстати, ранний очень Мидас на 6-й ведуте. 6-й уровень неплохо сыграно для Куху. Инвиз медлеет. Вообще прям сладко. И Вич Доктор забирает Инвиз. Здесь, конечно же, есть Вард. Видит сейчас Вич Доктор троих игроков из команды Гигфам. Конечно, он лучше здесь не высовываться. А вот опытик маленько надо было опыта маленько своровать у Медузы. Но ладно. Опа, курьер. Курьерчик, кстати, сладкий был. Но ничего больше. Вич Доктор не решился его убивать. Внизу у нас, кстати, там выход идет на Кентавра. Кентавр здесь Дум. Келлинг Сприд, да, товарищи Гримстрок. Но Гримстрок здесь погибает. Должен погибнуть. Дум летит. Ну, здесь Кентавр в итоге уйдет. Да, минус... Товарищи Гримстрок. Ну и в целом неплохо. Внизу был выход у нас от Дума с Урсой на Кентавра. В итоге был потрачен Дум и больше ничего. Кентавр по итогу выжил. А здесь Гримстрок погиб, отдав тем самым стрик Рубику. Ну, конечно, три сгалды лишних для Рубика. Ой, здесь могут поймать Вичдоктора. Вичдоктор ловит. Здесь Вичдоктора должны убивать на самом-то деле или нет? Стики есть, в принципе, да? Все. Спокойно отошли. У нас Сигнафи. И... В целом неплохо сыграно. 7-5 у нас по счету. Внизу у нас вышка пушится. Урса фармит. Конечно, урса и все плохо. Мы видим, да, по Крипстату 28-0, 5-й. Снизу. По Нетворсу мы видим то, что так же... А, 4-й вообще снизу. 2-0, опа. И Медуза погибает от Соло, от Свифти. Еще, кстати, можно здесь Шаду Шамана подловить на торрент. Корабль, в принципе. Да, тут пойдет выход у нас от Сигнафи. Здесь товарищ Гримстрок. Так, на Крест пошел. Пошел, и пошел корабль на Шаду Шамана. Скомбинировал, успел. Все-таки должны здесь забирать каски. И... Убивая здесь Шаду Шамана. 9-5 счет. Внизу у нас урса с Аркан Руной. Должны выходить на Думу. Думу сразу ретируются отсюда, так как здесь... Много игроков из команды Сигнафи. Ну... И в целом верхняя вышка падает. Под натиском Джаггернаута, Кубки и Вич-Доктора. Рубик пошел в итоге в мин. Да, левел ему нужно получить. Все-таки 9-й минут. 6-й. У него скоро появится. Наверху вышка упала. Ну и можно поддавливать дальше. 4-й, конечно, полурук. У него все плохо у Гифан. 4-й Шаман 4-й у нас. Практически вот 5-й получил только Гримстрок. Так, тут урса. Тут сейчас бит у Зорона будет. Так, поймали у нас кентавр. Но кентавр здесь должны убивать на самом-то деле. Так, стан. Станк бит. Ну и нет, выживает. А тут ответная. Так, сейчас пойдет у нас от Сигнафи. Поймали у нас урсу. Корабль. Торрент будет. Да, торрент будет. Ну и минус урса. Урсек как плохо в этой игре. Так, еще поймали у нас на самом деле товарища... Каска просто прилетела в последний момент. Будет ли продолжение? Нет, не погонится. Но руну заберут. Руну заберут все 4 команды Сигнафи. Отлично. Ну, ребятам дальше надо продолжать такой быстрый темп. Потому что Медуза, мы знаем то, что в ЛАИТе очень сильна. И как бы на минуточку надо... Сносить товара и заканчивать эту игру пораньше. Я так думаю, ну, на 30-й минуте, там, либо до 30-й надо закончить. Потому что Медуза, если на фарм свои артефакты, будет очень сильно бить. Поэтому хочется, чтобы ребята из Сигнафи, ну, во-первых, прошли дальше. Во-вторых, это будет плюсом для них, естественно. Ну и в Миддл. Так, Свифт что будет собирать у нас? А, он в Спирит Весел будет собирать. У Рубика Глимер Кейп следующим альтефактом. Здесь Форстаф и Кримсон Гвард. У Вич Доктора пока в Смаке. Они, кстати, выходят вместе с Джиггернатом. Ну, не хочется Смак тратить на Шадов Шамана. Спалил, конечно, Шадов Шаман. Пошли барабаны от Джиггернаута, но никого не догонит. Все ретируются, хотя будет уйд на Т1. Тут Свифти уже вместе с Ваке пушат. У Джиггернаута будет Яша, Урсы. Мидас будет. Беда. Медузы. Здесь будет, естественно, Драгон Лэнс, потом Манта Стайл. Здесь пока же неизвестно. Так, Вич Доктор. Ну, Вич Доктор здесь погибает 100%. Конечно, по-двоему Маледикт. Будут ли продолжать? Нет, должны продолжать на самом деле или нет? Отойдут все-таки. Не стали, потому что там Шрайн. Опасно, как бы. Не стали рисковать. Здесь они за следующим альтефактом. Ну и пошел Смак сразу же от... Гигфамовцев, но Медуза. Решила пофармить. Ну, Дум есть, в принципе. Дум, у Дума есть. Пошел Глипф Фертификейшн. В принципе, Стампед потрачен. Здесь у нас Инксвейл есть у Рубика. Пытается здесь хоть кого-то... Наверное... Ой, дабл дэмэдж у нас у Свифти. Сынтряк поставили. Ну и наверху Вич Доктор. Меджи Гернаут. Джернаут также продолжает фармить. У него 5... 700 Нетворс. 5500 у Кунки. Дум также 5500 у Медузы. Ну и в целом пока что Медузка не дофармливает. Маленько. Ну и... Да, конечно... Йонг-Йонг на Урсе... Медасик это плохо. То есть сейчас Медас. Пацаны, давайте подождем. Ну это жадно слишком. Медас вот есть уже... Ну у Дума, конечно, что минуте. Он его, наверное, раза два уже, три. А может и четыре поюзал, конечно. Но мы видим пока что... У него фейзы. Грежные стики. И вот эта корона. Конечно же... Будет собирать у нас... Барабанчики. Ну и нижний тавер у нас кушь товарищей из Сигнафи, да. То есть здесь уже вангард есть. Ну и следующий блингдагер будет. Ну минус вышка. В принципе, тут нечего оставаться команде. Ой-ой-ой, поймали здесь. Не поймали. Никого, но ждет свифти на самом деле цель. И эта цель может сейчас подойти. Хотя здесь хороший вижен стоит от гигфамовцев. Наверху пока что... Урса с Мидасом фармит. Летят сюда сразу Кумка вместе с Неги. Ну и должны здесь Урсу ловить. Так... Урса... Посадили на крест. Корабль. Торрент. Маледик повесили. Касочки. Дезвард. Ну и... Нет, хватит дэмэджа. Если что, крест еще был повешен. Так что если бы Урса даже и улетел, то на кресте бы его сразу же Кумка вернул. Неплохо сыгран. Ну да, Урсе очень все плохо. Ну пятый, конечно, по Нетворцу. С упортом Рубика. Уже четвертый снизу. Дум пошел у нас на Джиггернаут. Этот Джиггернаут здесь втроем спилит, да. Но это первый. На первой строчке был только что Джиггернаут. На троих героев поделили. В принципе, 600 голды получили ребята из Гигфам. Ну и это в целом хороший фраг для них. Конечно, там Пит Параюзов. Внизу вышечку можно и за Дефит Линза. И Юлл следующим артефактом собирается покупать у нас ваке. Ну и Линза появляется у Гримстрока. Теперь ульт можно кидать чуть-чуть подальше. Чуть-чуть издалека. Ну и... Свифти БКБ с следующим артефактом. После Спирит Вессела. Неплохо. Змейка-змейка-змейка. Змейка-змейку. Ну и наверху. Ой, внизу у нас. Сбили ребята варды. А здесь еще есть вард. Варда у Сигнафи больше нет. Ну и на Т2 заход у нас. Моя шторм будет в следующем артефактном у Близзера. Должны сейчас видеть Медузу. Сюда вард должны также. Хотя нет. Эчдоктор в засаде. Тут втроем ребята будут уходить. А в смоке. Так. Пошел Торрент. Крест. А корабль есть. Корабль есть. Ой, тут больно как у Медузи. Тут и Дезвард, и корабль. И Стонгейс, конечно, поражал. Но... Там змейка еще ворону четвертого уровня. То есть больно было у Медузи, конечно. Ну Т2 параллельно убили. Здесь, кстати, Урса пришла. Урсу, наверное, должны здесь забирать. Так, пошел ульт. Тут же Гернаут. Тут же Гернаут убивает у нас. Гримстрока. Ну и Урсу здесь также забирает. Урсу также забирает у нас же Гернаут. 14-7 по счету. По Нетвордсам давайте. Ну, опыт и золото. То есть 3000 свыше. Ну и Дум здесь также погибает. Дамалиди Кунда течет. Оганидж. Там параллельно. Кунка забирала на Шадо Шамана в Медле. Ну и заход на 3. Дум, конечно, выкупается. Но что он здесь может сделать? Конечно, Дум 3 секунды есть. Стоунгейс. 30 секунд. Ну и в целом Т3 вышка падает на практически 18-й минуте. Ну и отойти. Да, естественно. Забрать Шрайны сейчас. Раз Шрайн забрать. Второй Шрайн забрать. Зайти на Рошанчика по Саевове. А не буду забирать Шрайн? Странно, на самом-то деле. А тут Смог. Смог. Ганг. Медас Юзан Урса, конечно. Медаль к следующему артефакту Урса будет. Ну, сомнительный вариант, конечно. Ну ладно. Ну, ребята, вард поставили, конечно. Будет ли продолжение? Видит Кункевича. Кунк танцует здесь. Джиггерман пока фармит. Ему чуть-чуть до Джавелина осталось. То есть будет, мол, что он принесет, наверное, вместо топорика. Медуза издалека уже постреливает. Следующим будет Скадия. То есть Манта Стайл. Потом Скадия, естественно. У Урсы будет уже есть медалька. Вот он. Мелшторм. Ну и Т-2. Тауэр Близзард должен... А, нет, тут поймали на самом деле Дума. Дума... А в кого был скастован Дум? А, Дум был скастован Кентавра. Тут Дезвард просто полноценно стоит. Пошел Стоунгейс. Ну и больше никого ребята не потеряют. В принципе, Кентавр пошел на мужика. Ну, здесь он погибнет. Да, Кентавр здесь погибает. Хорошие варды у нас от Шаду Шамана. Должны здесь хоть кого-то забирать. Ну нет, Свифти остается на 100 хп. Нет, в итоге Ёмк-Ёмк забирает у нас Кунку. Ну и остальных, наверное, не догонят. Ребята из команды Гикфама. Да, еще Рубик. Телекинезом отбрасывает Урсу. Ну и, в принципе, подрались для себя. Плюс, естественно, Гикфамовцы. 1200 заработали они за эту драку. Неплохо сыграно. А вот убили бы, наверное, вот этот Шрайн. Было бы неплохо, конечно, для Сигнаф. Ну и заход на Рошана под медальку. В принципе, это хорошо. Под медальку сейчас быстренько ребята заберут. Встану еще. Ну должны. Вещдок-то просто зашел. Каски. Хорошо. Маледит. Успеет дать? Не успеет. Так. Пошел стан у нас по Медузе. У Медузы, кстати, нету Стонгейза. Но Медуза здесь быстро урубим. Минус Медуза. Ну и Рошанчик. Пол ХП у Рошана есть. А тут еще поймали у нас Шадо Шамана. На Шадо Шамана падает корабль и отправляет его в бухту на 30 секунд. Ну и, в принципе, Рошан на вторую сторону, скорее всего, по Медлу будут ребята заходить. Да. Естественно, Аегис у нас для товарища Близзарда. Ну и по Медлу пойдут ребята. Не, вот интересно. Вот за такими командами очень интересно смотреть. А не то, что в одну калитку либо одни, либо другие выносят. Ну, здесь, конечно, счет 19-9. Но все равно гигфамсы огрызаются в любом случае. Ни одна калитча матча, где прям вообще просто вынес вперед ногами. Просто файты идут в одну калитку и, соответственно... Да, здесь, может быть, вы подумаете, что это однокалиточный матч. То, что счет 19-9. То, что по графикам там преимущество. По опыту там 7,5 практически. Здесь 5 тысяч голды. Но все равно гигфамсы... Ну... Чуть-чуть, да, огрызаются. Так, пошел корабль. Торренд. И до свидания. Гримстрок. Так, ну... Будут ли забирать святынь? Потому что что-то, ребята, святыньку-то не их собираются. Забирать, хотя на ихнем месте, чтобы спину не надуло, можно было бы и забрать. Там, в свою очередь, идет выход-то у нас от гигфамов на нижнюю тоже так же линию. То есть будет размен Т2. Но кто быстрее заберет, сейчас мы посмотрим. Так, ну здесь зварды. Пошел фертификейшн. Летит сюда Рубик. А Рубик против одного здесь не задефует. А, ну тут... На кресте просто. Ну, такое, ну... Наверху быстрее забрали, ребята, из Сигнафи Тауэр, чем внизу. Внизу только сейчас забирают. Шаман уже летит. Вверх уже все гигфамовцы летят. Но это Близзард заходит на Т3. У него Аегис. Он готов уже, в принципе, разменять его. Хотя нет, боится. Ну да, там... Хотя ультимейт есть. Здесь вот как раз-таки шрайн должны сейчас набрать... Безобрать или нет? Не будут. Ну, ребят, ну это уже неинтересно. Так, у нас кто отлетел? Отлетел у нас Вичдоктор. Быстрее купил. Вардосики. Близзард прям чует. То, что, ребят, вот они здесь находятся. Поэтому давайте... А, ну вот. Наконец-то святыню начали бить. Ребят-то. Из Сигнофи. Так, ну и... В целом... Должен здесь кентавр добить эту святыню. Хилиться, конечно, святыня, но... Просто подождал, дошел в доме. Ну, это хорошо так. Кстати, у нас здесь должны ловить, не поймают. Ай-яй-яй. Это вард-то, конечно, такой, сын-тряк. Хотел, наверное, может, этот обсерв поставить. Так, отверху-ху-ху у нас забрали шаду шамана. Крест, торрент, стан. Даже крест вроде был не использован. Да, торрент, просто перед весел, стан, дабл-эйдж. И все. И на этом закончится шаду шаман у нас. Инвиз у товарища Рубика. В принципе, можно кого-то подловить. Соллор крест есть у Урсы. БКБ следующим артефактом. На самом деле... Если кто-то тпшится будет, Рубик может телекинезом просто сбить этот телепорт. И там... Да, пошел выход у нас на дума. Корабль, торрент, стан. И просто из дизейбла у нас... Товарищ дом не вышел, у него нету байбэка. Ну и на мидл будут заходить. Нет, кентавр у нас отправляется назад дефить. Ну, не будет здесь сбивать тп, Урса спокойно улетит. Да, вот второй шран пошел у нас. Ребята, видимо, услышали, что, ребят, гоу шрайн. Вроде там комментатор недоволен, что мы шрайн не убиваем. Вот теперь я доволен, что шрайну убили. В спину, как говорится, не додует. Четыре, опять же, баунтируны законтролили ребята из Сигнафи. Ну и... Монт Стайл. Следующим артефактом будет, как я уже говорил, скати. Потом бабочка. Ух, товарища. Уж сы. БКБшечка. У Дума у нас БКБ также. Здесь Хекс. После Глимер Кейба и Урны с Линзой. Здесь у нас Линза в... Так сказать, в процессе. Джиггернаута уже Мьёльнир есть. Манта скоро появится. У Кункевича БКБ Шива следующим артефактом будет. Ну, здесь пока что ничего. У товарища Ноутченса Кримсен Гвардфорст стал Блинк. Здесь у нас планирует Рубик после Блинка. Зачем... Ну, а Линзу вместе с Юлом собрал, да? Блинк в процессе. Ну и, соответственно, после Блинка уже Аганим. Аганим, это хорошая вещь. В целом, летит наверх Рубик. Должен здесь отдыхать. Просто фейтболтом. Здесь у нас Туретка под Солор Христом. Пушит. Дабл дэмэдж. Вот сейчас каком Джиггернауту или Медузьки бы... Медузьки. Это дабл дэмэдж бы. Аганим, кстати, хочет у нас Молченск купить. Нет, как-то этот... Лотус. Все-таки решил Лотус у нас собрать. Товарищ. На Кентавре? Где он Лотус? Лотус, Лотус, Лотус. Вот в упор не вижу Лотус. Проще, наверное. Лотус, Лотус. Да. Но наверху, ребята, из Гигфанф осаждают верхнюю вышку. Тут идет уже под сейф тп. Близзард прилетел. Ну да, эту вышку не отдадут. Кентавр в итоге отменяет тп. А добивать не, не желаем тут. Так, стан, хорошо. Ну, должны идти. Каска, Дезвард. И через Скрипов просто Свифти с дабл дэмэджем наказал. А вышку не хотят, ребята, добивать. Да, и в итоге сейчас Гримсторд добьет эту вышку. А, ребята, так, еще пошла так на усечную. Так, разминочный больше. Вот он, блинкдаггер у нас у Рубика. Айс-армор. Сурал, кстати, неплохо. Айс-армор, то есть, сколько там? Бонус к броне плюс 8. Это в целом-то неплохо. То есть, 28 будет с Гернаута. Да, там, убил Гримсторг верхнюю вышку. Кентавр бежит. У Кентавра вот 14-15, плюс 8. Это у нас будет 23. Так, пошел стан. Ну, на самом деле, зря он стан. То есть, может сразу колдовать ТП. Какое слово-то? Вещь-дофтор здесь Девардит у нас. Его, кстати, могут сейчас за это, ну-ка. Нет, тут сразу же. Так, Йонг ставит свои варды. Ну и все на этом. Близзард дальше пошел фармить. Следующий мтефакт у него будет бабочка. Здесь в Скаде уже имеется бабочка, ну, 1300. Близзарду вот, на самом деле. Ну, бабочка, конечно, да, но... Не тут сказать. Первый метод в НТВ уйдет. Загнала урца. Пока что... Так, где там кто-то барабаны прожал? Кто барабан прожал? Барабан прожал у нас в Дум. Кого-то хотели, видимо, догнать. Это кто-то был, наверное, кинталом. Смаке Шаду Шаман поставил вардец. Видит. Так, ну Свифти хочет ворваться, я смотрю, да. То есть Рошан уже появился. В целом ребята хотят. Смог. Заюзаль смог, кстати, на варде. Видели. Ну, гигфамовцы... Ну, сейчас пошел Стамп Пит у нас. Хороший Стамп по Медузе. Медузу не будут... Нет, будут покусить Медузу. Пошел Стамп Гейс. Торрент. Ну и... Быстро спилили у нас товарищ Вич-Доктор Мейс с Рубиком. И все. На этом в целом-то... Шаду Шаман, конечно, убили в размен, но здесь Свифти сейчас погибнет. И погибнет также здесь товарищ... Близзард. Да. Это трипл-килл для Урсы с Солор Крестом. Добрый вечер, дорогие друзья. Да, я напоминаю. Просто пять... Практически пять тысяч голды. Они отыграли все просто. Семь с половиной вели у нас Сигнафи. Вот одна драка решила... Ну, не то, что решила, а может быть, этот ключевой момент на самом-то деле. Потому что могут таким образом... Ну, не проиграть игру, да, но минус мораль то, что вот сейчас с этим файтом... Себе мораль и Сигнафи-то и подпортили. Ну и в итоге Медуза сыр. У Урсы Аегис. Медуза забирает Т2. Ну и в целом очень... Ну, на Варде были. Хотели быстро Медузу спилить, но там в рассыпную просто ребята из Гигфамовцем разбежались. Оставили одну Медузу, которая просто поражала Стоунгейс. И у нее с Кадди ее как бы две-триста хп. Ну, там... Ребята из Сигнафи на самом деле тоже маленечко тупанули. Они дэмэдж не распределили свой так, как нужно. Просто там полетел, да, там полетел Торрент, корабль в Медузу. От ульта Джиггернаут. Но остальные персонажи просто быстро склеились. Суппорты, там, Вичдоктор и товарищ Рубик очень быстро умерли. И, соответственно, должного импакта в драке-то, собственно, и не нанесли. Там Дезвард, может, какой-то не был поставлен. Да, либо был поставлен, но не до конца с Кастовым. Здесь уже Хекс. У товарища Гривстрока. И это первые проблемы для команды Сигнафи. Даже не первые, а может быть и вторые. Потому что внизу сейчас вот подловят на Ученца. Либо еще лучше видят сейчас на Варде Близзарда. И Близзарда сейчас могут поймать Джиггернаут раскрутку. Дальше побежал Стампид. А вот был бы Блинк, могли бы зацепить Джиггернаута. Ну и этот заход будет на Т-3 100% от команды Гигфам. Хоть они сейчас уже и ведут. Да, там 5000 преимущества. Как Торрент. Ну и минус-то три. Торрент по двоим. Корабль, БКБ пошло. Ну... Пауза у нас от Урсы. Лаги. Лаги. Лаги, лаги, лаги. Ну, отлично. Лотус. Да, зря затягивают, ребята, зря. Так, ну и в целом... Пошел ульт от Джиггернаута. В итоге минус Doom, минус Кентауэр. Джиггернаут! Минус Джиггернаут без Байбека. Ой-ой-ой-ой. Вот вам и затянули. Да, конечно, Spirit Wessel пошел. Уже сыр был проюзат у нас от Медузы. Здесь Медузу ловят, пытаются, конечно же, ее поймать. На крест также сажают, но кем подносить дэмэдж? Неплохой. Неплохая сеточка, но в итоге Медуза уходит опять. В принципе, Думу только потеряли. Мурса, в принципе, готов драться. Говорит, пацаны, куда вы отходим? У меня Aegis. В принципе, да. Ну, мы видим, да, байбекнулся по итогу Doom. Минус 24 голды у нас всего лишь потратили ребята из... Ну, потеряли Сигнафи. Кстати, должно быть нормально, да, у меня? Да, Сигнафи. Все, все неплохо, я бы так сказал. Так, вот здесь мы маленечко редактируем описание. Так, вот так вот. Вот, в целом, в целом... Ну, Т3 такое, ну, здесь вот барак хилится, да. То есть, крипы, конечно, подпушили, но барак не убили. Это минус. Шрайны. Гигфам забрали один, второй пока что остался. Ну, сейчас пляски будут просто около этого Рошана. Рошан спаунится через 4 минуты. Как бы, этот важный Рошан, там, Сыра, Aegis и... Рефрешер и под смоком. А, тайминга нет. Под смоком, кстати, выходит. Здесь Близзард может спалить. Либо Кунка спалит. Либо Вичдоктор просто просыпнует. Ой-ой-ой, Вичдоктор подставляется. Вичдоктор... Минус Вичдоктор. Без байбэка. Баш... Так, кого поймали еще? А поймали здесь еще и Кун... А, товарища. Кентавра. И Кентавра минус. Ну, у Кентавра есть байбэк. Хорошо. Сигнуфи, на самом-то деле, да. Очень плохо то, что они затянули эту игру. Им надо было урана заканчивать. Но по итогу сейчас Джиггернаут пытается сплитить. То есть Т2 наверху, Медуза, без крипов пытается убить. Но нет, здесь сейчас заберут Шрайн сразу же. Варды, я думаю, не стоит тратить на Т2 Тауэр Шадо Шаман. Да, так, минус Аегис. Аегис пропал. Соответственно, 2,5 минуты и практически... Ну и в Медле Джиггернаут пытается вышку. Но, на самом деле, я бы отправил иллюзию вот на бараке. Потому что, чтобы хотя бы одна линия уже пушилась у команды Гигфам. Но, к сожалению, Т3 Тауэр пытался убить. Ну, ладно. Опа, здесь Урса, конечно, опасно гуляет. Видит Неги под вардом, минус курьер. пошел бкб стампит и урса и сразу смог провязали видно было все на варде конечно же доктор здесь спалился движуху так ловит у наша душа мана сеточка неплохая стан должен быть до блэч минус шаду шаманов вот она и линза следующий будет гост ну на самом деле ребята сейчас должны заходить доктора 5 обузит они форстаф есть очень доктора миду ну blizzard ушел вниз то есть уже грубо говоря а ну наверху трепал также в принципе две линии можно спокойно зайти без тревышки и спокойно запушить но как нибудь 10000 преимуществу гигфомов просто 10000 7 с половиной было у сигнафи сейчас здесь тысячу гифома казалось бы одна драка да и в итоге вот такое преимущество уже я но мне кажется будет расти потому что медуза фармит медуза уже на один слотом ой-ой-ой-ой-ой блат торн а гоним на урсе боже мой ну на самом деле сейчас сигнафи надо играть уже в макро дату то есть им надо сплету ждет не принимать драки а вот например вот здесь под пуш там джаггернаут каким тут весь мидал от пуши да потому что если ну у них конечно вижу нету ну прекрасно знают ребята из гифом где находится их соперник там шмейки идут как бы да ну и соответственно джаггернаут не фармит а медуза тем временем лесок зафармил линию немножечко подфармил да здесь рубик конечно блинкуется здесь вардосики опять вещь доктора на базу отправляют крестом сантреки купил но на самом деле не здесь варта вот здесь вард стоит ну и сейчас до проверит вардосики минус варды да ну и кентавр пишет пацаны давайте зайдем вроде по нижней линии там бараки как бы вот бабочка появляется у джаггернаута поздно башер следующим артефактом у медузы блаторна очень на самом деле хороший выбор вырубать какую-то цель сразу то есть кто на тебя врывается сразу там стан гейс блаторна и досвидули и сатаник будет следующим артефактом покупать урсы мкб будет у дума шива блинг следующим артефактом ну я думаю можно в принципе здесь попробовать сагрессировать и купить все здесь и гони владмир тоже конечно имел место быть да но вместо барабанов конечно ну или грим строгом строк принципе грим строку можно собрать владимир на самом деле блин сейчас к себе конечно купит а ну там рубик у нас потушил должен здесь нижнюю рунку на самом деле рубик здесь должен был побить еще бараки потому что в итоге крипы все согрелись на крипов и по итогу бараки ты не будут не будут бить по итогу бараки то пол барака токсы снесли так здесь пункта ну и вот танцы обниматься вокруг рошана и одна и другая команда 10 секунд и одна и другая команда понимает ну насколько это важно на самом-то деле потому что если ты заберешь здесь рошана ты по сути выиграешь игру вот и все близор до должен сейчас прям идти вот чуть ли не до талого на вот что-то он нет не до контролирует здесь должен отправлять на самом деле сейчас прям даже не на крипов над было надо было сразу на барак отправлять ну по итогу рошан появился это рошан с рефреша шардом так следующий кстати кто у нас там м м си м си к дота 2 бон 90 баку моронран savage shadow man следующими будут оппонентами победители этой пары то есть в смоке у нас выходит ребята из гиг фамовцев ну и вич доктор вич доктор должен здесь прощаться жизнью до поймали вич доктор вич доктор должен быстро спилить и что ты сразу же байбекается пошла у нас драка у быстро спилили у нас шаду шамана и у нас драка разделился на 2 страй пока там фокусят кентавры здесь пытаются зафокусить у нас йонга ультимейт у нас от товарища грим строка дум по двоим отлично хотя нет успел кстати крутилку замерз наш джиггернаут джиггернаут остается без маны боже мой джиггернаут сейчас погибнет у него надо включать байбеки байбеки есть джиггернаут погибает байбек должен наверное делать улса бежит бьет у нас товарища кулкевич кулкевич делать байбек поймали еще кита рубика кентавр в итоге урса до талуза кита ваш проходит минус кентавр у нас от команды сигнафи рубик должен сейчас после байбека погибать пошел джиггернаут джиггернаут остается без маны пошел корабль медуза медуза должны быстро спилить медуза как же танкует медуза но у нее бабочка мкб нету blizzard и как много урон по близорду кентавр погибает и должен погибнуть после байбека близок погибает после байбека свифти дерется до последнего мы свифти также погибает после байбека ну и можно в принципе гигфамовцам здесь завершать эту игру да и неги пишет good game по итогу по итогу сигнафи на самом деле ошиблись изруинили сами себе игру целом вот но что я хочу сказать игра вот я говорю вот такие игры более интересные да то есть мне вот нравится такой геймплей ну вот сначала вроде ну сигнафи играли 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 вроде не то что доминировали но они бы у них было преимущество и просто вот вот это как раз таки по которую драку я сказал то что эта драка возможно одна из решающих в этой игре так оно и получилось закинули драку умерли в пятером в итоге гигфамовцы зашли на рошана забрали сторону и в целом выиграли игру за счет вот этого одного fight по сути так надо сразу же в лобби до переключаться там ну ребят никуда не уходите следующая игра совсем скоро у микрофон для вас работает все спецназ ну и небольшая музыкальная пауза